И всем привет, ребят, с вами Старваник, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен продолжению нашей войны ютуберов. Сегодня у нас небольшие промежуточные подведения итогов, также поговорим о том, как вообще проходит у нас сама битва ютуберов, плюс ко всему прочему пройдемся по вооружениям, которые лучше, как по мне, использовать в данной битве для набора звезд, кто не знает, еще вдруг до сих пор. Сейчас у нас проходит война, на которой нужно набивать как можно больше звезд, дабы ваша фракция выиграла и за победу вы получаете дополнительное большое количество контейнеров. Пройдемся по вооружениям, потому что я уже за эти два дня для себя увидел, сделаем какие-то свои определенные промежуточные итоги, ну и плюс скажу свою точку зрения по поводу режимов, по поводу подбора. Часто встречаются те ребята, которые спрашивают, какой режим лучше играть, где лучше и быстрее бить звезды, поэтому для всех тех ребят, которые поддерживают меня, которые стараются бить больше звезд, поддерживают ту сторону, за которую мы играем, отдельная благодарность тем ребятам, которые реально стараются бить как можно больше звезд. К слову, в комментариях можете написать, сколько вы уже звезд набили и за кого вы вообще катаете, если катаете за джемпера, если выбрали ту сторону, которую мы выбрали, то было бы максимально интересно узнать, какое количество звезд у вас имеется. Перейдем изначально к сайту войны, на момент записи видеоролика у нас уже чуть больше пяти часов вечера, у меня уже более двух тысяч звезд, а именно 2074 звезды, наша фракция, наш ютубер джемпер находится пока что на первом месте, очень хорошо идем, количество игроков каждый час увеличивается порядка 30 до 50, да, среднее значение растет, просадок я лично никаких не замечаю, понятное дело, что появляются те новые игроки, которые заходят в игру, выполняют ежедневные задания и добавляются сюда в этот список, ну и также ребята продолжают бить большее количество звезд, если у вас сейчас на данный период времени уже среднее количество больше вот этого вот, то вы уже очень хорошо себя показываете, плюс ко всему прочему, если у вас от этой цифры будет x2, x3, то это вообще просто восхитительный результат, и продолжаем, продолжаем, идем, конечно же, изначально за фризом, да, но я лично себе цель как таковую фриза не ставил, я уже говорил это в предыдущем видеоролике, говорю это сейчас, цель набить намного больше, чем эти пять тысяч, и я лично очень-очень сильно хотел бы выиграть эту битву ютуберов, войну я ее называю так, да, и чтобы наша фракция показала максимально качественный результат, ну и плюс ко всему прочему, дополнительный приз в виде 50 контейнеров и 30 ультраконтов, я считаю, что это тоже очень неплохой бонус, если учитывать тот факт, что я сейчас коплю контейнеры, и вы знаете о том, что мы хотим сделать полторы тысячи контов, да, не знаю, там скоро вроде как говорят, что будут какие-то обновления еще с контейнерами, не знаю, там состарят их, не состарят, но уже 150 новых у меня есть, 210 старых еще осталось, если плюсынуть все то, что может быть с этого ивента, то в сумме тут уже будет больше 250 контейнеров у меня, и это, конечно же, очень и очень хороший результат. По поводу вооружений, да, я на протяжении всего этого ивента, именно этих двух дней, двух уходных дней, я играл довольно-таки много, да, кто смотрит стримы, кто переходит на трансляцию, тот видел, что мы делаем и насколько быстро стараемся заканчивать бои, в среднем в час получается около 50-60 звезд, что является очень и очень хорошим показателем для теперешних битв, которые идут по 15 минут, то есть в среднем там катки заканчиваются 5-6 минут, плюс на пике по 1-2 минуты, ну, в целом, хорошая-хорошая ситуация. Играл я практически все время на паладина и зиде, паладин хоть и занерфили, но к нему можно приноровиться, да, где-то вы падаете в минусы, ну, можно просто меньше делать рисковых моментов, меньше прыгать, и, в принципе, тогда уже будет нормальная игра на нем. По устройству у меня на пушку, в связи с тем, что нету ничего интересного, нету ни на фреза адренали... ой, адреналина говорю, нету на фреза подавления, нету на твинса, например, Эмми, да, я практически все время, за исключением, наверное, пары-тройку боев, я играю именно на и зиде с вампиризмом, очень хорошо себя показывает, что в регби, что в цельфе, эти два режима, группами мы и отыгрываем, где стараемся за минимальный промежуток времени заканчивать бои. Что касаемо ваших звезд, да, например, вы играете соло, да, вы хотите также быстро заканчивать бои. Есть вариант также использовать паладин и какую-то пушку, на которой вам более удобно играть, которая наносит хорошее количество урона. Как вариант, если есть изида с вампиризмом, то это тоже очень хорошая комбинация, да, для игры даже соло, да. В соло, что в цтфе, что в регби, скорее всего, вас будет подпикивать на бои 6 на 6, там по большей части не будет группы, и вы можете также пытаться стараться заканчивать бои быстрее, там за 6-7 минут, может 10 где-то придется, да, понятное дело, что фулл пачкой у вас в моменте будет, наверное, возможности больше и быстрее закончить бой, но все равно, да, как вариант, вы можете использовать такие комбинации. Если уж вдруг вам не идет игра в регби, не идет игра в ттфе, то есть возможность даже пойти условную тдмку, да, на нормальных картах, где есть игроки, которые бьют киллы, там также можно заканчивать бои по 7-8 минуты, те же самые 6 звезд зарабатывать, но либо есть вариант запикиваться на простые катки, да, условно даже на каких-то откатах, где есть группы, которые очень жестко выигрывают катку, даже против них играть, да, они, например, катают очень быстро, да, заканчивают быстро бои, они играют там 5-6 минут бой, а вы за противоположную команду набиваете более 100 очков, занимаете первую позицию и, соответственно, получаете тоже свои 6 звезд. Да, порой, может быть, это не будет получаться, но если у вас есть такая возможность, то это тоже один из вариантиков. Но вообще, мой вам совет, если у вас есть такая возможность, то лучше старайтесь играть вместе с кем-то, да, вместе с кем-то. Из самых быстрых режимов по досрочкам это сейчас CTF 100%, быстрее него, я думаю, что ничего нету, джиггернаута я не пробовал, хотя джиггернаут является, наверное, тоже тем режимом, в котором в теории чисто при хорошей группе в 4 человека, которые быстро заряженно могут убивать джиггернаута, можно тоже за какие-нибудь, может, 5 минут заканчивать бои, но, не знаю, мне как-то джиггернаут не совсем по душе, я в нем не катал, CTF, регби, да, это те режимы, в которых можно хорошо, быстро заканчивать. CTF быстрее, но бывают тоже бои не максимально приятные, не максимально удачные. Поэтому я для себя иду дальше, иду дальше, 2000 есть, да, ежедневно у нас по 150 звезд плюсоваться будет, плюс через 6 дней у меня появятся замечательные недельные миссии, это еще плюс, вроде как там 400, да, или 450 звезд. Возможно, еще под последние выходные у нас будет ивент какой-то, в котором можно будет тоже получить дополнительное количество звезд. Поэтому пока что я, честно говоря, сказал бы, что ситуация по самой войне меня более чем устраивает, да, я, может быть, в теории, да, рассчитывал на такой результат и думал, что он реален, но, может быть, даже, ну, более, более приятно удивлен, да. Может, я думал, что будет какое-то там сопротивление, будет напряг, но всего лишь второй день, всего лишь второй день, это тоже нужно понимать, что еще многие ребята, например, не купили, либо купили звезды, купили краску, но не набили звезды, поэтому ситуация здесь может еще меняться и меняться кардинально, но пока все складывается очень и очень благополучно для той самой фракции, за которую мы вместе с вами играем. И та идея, которая была изначально, сейчас получается на ура. Надеюсь, что и дальше у нас все будет продолжаться в том же духе. Ну, а если вы, например, на сегодняшний день вдруг решили приобрести краску, да, за ту фракцию, которая выигрывает на данный период времени, то мой вам совет, если уж вы берете краску, то будьте добры не просто покупать ее, да, и чисто по приколу, да, а бить звезды и стараться быть полезными, да, иметь на каждый момент и на каждый период времени больше, чем среднее значение звезд фракции. Тогда вы будете полезными и вы с гордостью сможете, например, впуститься в комментарии к этому видеоролику и написать, что я тащу, я набил такое-то, такое-то определенное количество звезд, и я стараюсь не подводить команду, да, я в этом плане был бы вам безумно благодарен. Я также, как и многие, продолжаю бить, продолжаю бить уже 2000, уже 2000, 3000 осталось до фреза, но я еще раз в тысячный скажу, что для меня в этом ивенте, как такового, фриз, фриз, вот этот скин не стоит как то, к чему я стремлюсь, да, ну, он как бы не обсуждается даже, он при любом раскладе этот фриз будет, как бы я бы не катал, да, то есть там можно, грубо говоря, там на одних ежедневных заданиях уже практически дойти до него, поэтому проблем никаких нет. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу всего этого дела, пишите, делитесь своими мнениями, ну, вернее, даже не то, что мнением, да, количеством звезд, играете, не играете, сколько звезд уже набили, ну, и поддерживайте, конечно же, видос лайком, подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, но мы продолжаем бить звезды, сегодня вечером уже в 9 по МСК будет продолжение всего этого дела, надеюсь, что за сегодня мы до какой-нибудь 2300-очки долетим, и это будет уже очень и очень хорошо. У меня на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!